всем привет ребят меня зовут владимир и вы на канале иновский pocket rogue мобильное приложение комп все еще не собран мы очень приближаемся о года ты здесь новенький и парень откуда ты вылез ты такой а неважно самом деле неважно я ознакомился с этой игрой некое время некое некоторое время небольшое и сначала она показалась мне очень такой не знаю грустной что ли однотонной монотонной неинтересной но спустя какое-то время она как будто бы раскрывается и становится не знаю интересной интересной в том плане что для мобильного приложения эта игра ну как будто бы дает немножко развлекаться она раскрывается поначалу я подумал когда только запустил ее первый раз бесплатный вариант она есть бесплатном варианте и в платном варианте плюс есть возможность донатить но на самом деле в платном варианте в этом нет необходимости то есть если ты зашел поиграть все таки то как бы ну играй их если хочешь подонатить то купи другую игру тип того так вот ага топор и гульта я одел одел надел в руки-то взял ну мы открывать собираемся дальше что идем нет другалек допускай окей любой вариант подходит как только я запустил эту игру первый раз я подумал ну хорошо подойдет для стримов тут мало того типа еще и должен быть какой-то сюжет ого какой-то наставник нам дает какие-то задания может быть это будет действительно что-то достойное прям интересное на самом деле этот наставник существует только для обучения и по факту в дальнейшем просто исчезает по крайней мере я не доходил до того момента когда здесь появляются еще какие-то важные диалоги и вообще по моему диалоги даже но если тебе нравится во что-то поиграть подобное и на телефоне ты давно ничего стоящего не находил кроме своего прекрасного брал старса то возможно тебе вкатит не знаю я пережил многие стадии с этой игрой сначала было интересно потом я подумал что мне стоит это удалить и никогда не вспоминать и вообще разочароваться в мобильном гейминге окончательно потому как реально трудно найти что-то что предлагает ну хотя бы какое-то я не знаю ну развлечение что ли ну типа это как правило что-то сделанное как будто бы на 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 картах даже не на коленке и представляет собой просто разную обертку донатных помоек ну я думаю ты сам в курсе здесь есть хотя бы какая-то альтернатива какой-то выбор и в конце концов игра как мне показалось раскрывается то есть ты начинаешь начала так такой думаешь интересно надолго ли это все а потом раз и все как-то становится немножко по-другому а потом ты такой раз и ты такой а чё еще и вот так будет а потом раз и как-то вот так короче мне показалось интересно пару выпусков сделаем тем более что комп пока что не собран короче такой прикол здесь есть тайники вот обратите внимание вот эту стену одна темнее часть другая светлее короче вот так выглядит тайник не знаю вот сейчас я вижу тайник в процессе игры такое ощущение возникает что я попадаю в них случайно то что я играл за лучника и если ты заходишь в комнату с тайником и жмешь на выстрел то он как бы автоматически стреляет в эту стену но ходить стрелять по всем комнатам это конечно бред поэтому эти тайники в принципе в процессе вылетают как будто бы случайно вот эти кстати кристаллы в дальнейшем в магазине внутри игровом можно будет обменивать на монеты внутриигровые и также монеты можно будет конвертировать в эти кристаллы и собственно эти кристаллы можно будет там якобы покупать за донат но кристалл выпадают в целом довольно часто в общем и целом поэтому необходимости в этом я абсолютно не вижу никакой так что эта игра не так не так разочаровательно в плане доната как могла бы быть в общем-то играбельно но опять же оговорюсь ну не рекомендую донатить в игры не рекомендую если можно купить покупай и играй а донатить это это уже какие-то манипуляции она тебе надо она тебе не надо а я вообще вынужден байлин если б ком был собран уже давно прошли бы какую-нибудь собнатику вторую какой-нибудь прости господи элден ринг что-нибудь я не играл ни в одну из серию соус серии не знаю насколько бы мне зашло может быть зашло может нет короче наставник молодец наставник уже скоро исчезнет и дальше все превратится в сплошной лишь только экшен ох чё по компишу то а компиш то получается уже вот вот уже я по крайней мере наблюдаю хотя бы какие-то предположения о том когда он будет собран сейчас пока не ясно ох наставник прям не ожидал что здесь может что-то обитать как хорошо что мы его спасли поэтому компиш то скоро будет уже и я уже надеюсь и вот чтобы не терять хватку решил хотя бы потихоньку входить в темп и туда сюда того сего я прорывался за лучника когда ознакомливался поэтому начнем с лучника а там как пойдет да вот тебе собственно вот это вот все добрый день вы молодец вы играете в платную игру да чё там каждая по земле генерируется случайно вот тоже тоже прикол но это это рук лайк в принципе я заметил что на телефончиках там рог лайков достаточно много единственное что вот есть тут тайник или нет вот я не вижу допустим допустим попробуем обнаружить какой-нибудь тайник осознанно так ок 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 значит а пока мы не мощные совершенно абсолютно ничего не умеем у нас ничего нет у нас есть только стрельба а еще есть перк невидимости но мне очень нравится потому что какой в нем толку он начинает медленно ходить если если он стреляет то его сразу замечают и как бы он раскрывается короче толка в этом особого нет еще кстати сильный выстрел если не ошибаюсь но пока он тоже непонятен еще не ясен если он уже открыт так а тогда сильный есть выстрел но это такое пока особенно особо то бессмысленно вот не научился еще говорить нормально на польском уже разучился говорить на русском говорю как-то медленно иногда и не так филигранно здесь кстати я вот не знаю как сейчас вообще-то со стимом до в россии по крайней мере здесь в польше все в порядке все новинки выходят ой 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 вот это опасная тема это яд как ты мог понять и сейчас наверное нас прям вынесет если мы получим отравление ну вот кстати это конечно это конечно бредовая идея но вот эта система с отравлением здесь выглядит так же как и в элден ринге не знаю к чему это сравнение абсолютно бессмысленная ну то есть типа вот это вот шкала то вот это зеленая она пока она не накопилась отравления нет и типа с тобой ничего не происходит и здесь в процессе есть ядовитые существа которые оставляют после себя ядовитые капли ну типа кровь отравленную если на не наступаешь я потихоньку появляется вот это вот отравление но если шибанет отравление то допустим лучник если у него нет брони и нечем подхилиться ну отлетает как бы сразу поэтому желательно этого не делать вот кстати пока я играл я не так сильно об этом задумывался а вот сейчас когда будем с вами проходить наверное я буду больше обращать внимание на то почему эта игра меня заинтересовала она все-таки имеет хотя бы какую-то знаешь какой-то комплект механик то есть это типа не просто нажал побежал нажал побежал умер до свидания а как будто бы ну есть тут какие-то нюансы которые которые делают эту игру игрой вот тайников я вот пока не вижу и и даже наугад не вижу не знаю может быть может я просто такой слеповатый посмотрим как пойдет вот надеюсь что со звуком все будет хорошо надеюсь что будет слышно очень неудобно очень неудобно записывать на телефон это просто какая-то неподконтрольная мяснина абсолютно выводить звук неудобно а вот это случайно не тайник нет выводить звук неудобно монтировать невозможно но невозможно конечно я думаю что-то будет какие-то переходы какие-то возможно склейки это просто будет чудо если будут какие-то склейки но о кстати ключ мы берем ключ и у нас появляется а вот можно почитать следующем при следующем спуске нашедшему откроется доступ локацию крипто пустоты это собственно к разговору о том что щит нам не нужен артефакт можно пожалуй и надеть это к слову о том что блин скорость меньше мы так медленная к слову о том что какой-то экшон тут происходит то есть изначально локации закрыты потом ты что-то находишь на локациях потом появляются какие-то боссы потом появляется какой-то кувырок условный наверное поэтому поэтому мне как-то подсознательно кажется что это элдон ринг курильщика ну или какой-нибудь pocket souls ну короче есть тут кое-что от этого всего единство что на телефоне и и и вот в общем то и вид собственно сверху да вот кстати допустим подошли к алтарю копчик и у нас теперь уже есть товарищ собственно карты пока нет и товарищ кстати пока временный но и тем не менее кайф вот тебе еще как бы механика подъехала 1 помимо всего прочего по уровню кстати нам пока ничего не дают до если нашим они такое что можно вот тебе очки характеристик только посмотри все что хочешь бафы дебафы зал гильдии откроется позже и можно будет прокачивать собственно основные характеристики типа ловкости выносливости там и так далее и вот у нас есть сейчас быстрый выстрел мощный выстрел и перк тень бастинари тоже закрыт ну я не знаю честно говоря бастинари это это конечно вообще прекрасно я представляю сколько потрачено сил вот алтарь тебе атаки мощный мощи кайф а вот лужи кстати ядовитой крови лишь отравляют есть кстати артефакты но даже не артефакты а просто типа зачарований здесь есть зачарованные вещи да кстати говоря вот они собственно список эффектов и мало того вещи зачарованы есть а с типа особенности то есть у вещей есть уровень особенности ну типа rpg элемент но как бы это тебе очередная механика кайф кайф то есть есть не просто типа особые вещи есть особые вещи очень особые вещи и капец какие особые вещи ну такая типичная но блин приятно после всего того что я что мне пришлось пережить в этом проклятом плей маркете этих в этих бумажных помоях ковыряясь наблюдая подобное я конечно был в шоке я был просто поражен и восхищен вот и получается у нас это вступительная катка у невероятно что через пару уровней буквально мы отлетим отлетим очень ярко скорее всего нас просто жестко напинают потому как есть здесь некий какой-то порог сложности к которому все таки надо иметь какие-то ну навыки навыки способности что-то подкачанное учитывая то что это наглайк вещи не сохраняются по крайней мере я не доигрывал до того момента когда появляется какой-либо сундук в котором может что-то сохраняться то есть ты набрал вещи ты умер ты все потерял вот а вот навыки это вообще-то то что то что нам нужно ну и в дальнейшем будет видно просто язык заплетается так давно нормально ничего не комментировал ничего никуда не смотрел вот тебе уже крыса 17 уровня до капец первая катка у меня ничего нет я просто какой-то дрищ с палкой на меня тебе вот уже и ядовиты и какие-то лучники гоблины мародеры ой-ой-ой по ощущениям я близок к тому чтобы отъехать она нам этого не нужно не знаю кстати насколько эта игра может быть доступна в россии возможно только обходными путями а возможно и нет я кстати не знаю вообще а play market в целом как работает сейчас пиши в коментах если работает по крайней мере тогда если понравится сможешь поиграть в это и кстати счета я по моему наблюдал в каком-то на каком-то уровне наличие коопа не знаю если 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 у кого-то возникает огромное желание то можно попробовать и кооп не знаю насколько это будет весело но мне кажется поиграть за мечника и лучника было бы прикольно ну это открывает большие перспективы потому что потому что в одного конечно здесь местами прям таки душновато напины вот слева под уровнем 3 из 28 это количество противников на этаже вроде как можно уйти с этажа не зачищая этаж но тогда вроде как то ли будет какой-то то ли меньше денег дадут то ли чё вот этаж очищен не сравнивал не проверял но вот тебе кстати будьте здрасте первый босс да но он случайный типа он может сгенерироваться на карте может не сгенерироваться нам сейчас там точно делать нечего потому что мы получим жестких тогда свежайших люлей кебабов а нам она и не очень-то и надо это будет совсем не интересно мы просто откиснем уже тогда дойдем до сюжетного опять же до условно сюжетного отдых мы тут по моему часа умрем здесь есть на некоторых этажах как бы сюжетные боссы в том плане что ты до них доходишь о а чё там и вообще хорошо живем кстати так говоря она башечку то накинуть нечего значит будем разбирать вот это вот все продавать у нас пока нет возможности совершенно она в общем-то и не надо у тебя и стрела и кстати очень даже очень одна из практически мощнейших наверно из тех которых я вообще встречал вот этот газ сейчас очень жестко выносит очень просто максимально жесточайша ну и хорошо что как вы генерировалась хотя бы таким образом что-то возможно обойти это могло быть вообще капец крысачи лихачи чего там прячьте ничего вот тоже да казалось бы ну типа 2d и 2d бамс кайф вообще ну не так уж и часто я встречаю подобное в играх я не знаю может быть может быть кто-то разобрал миллион игра я разобрал всего тысячу но вот так чтобы в одной игре тебе это это и причем в такой палатке может быть сундук и это великолепно великолепно то что его там может и не быть и вот тебе такая механика тут разваливается кто-то кто-то травит это вот сейчас кстати опасно это очень опасно ого здоровичок так рано а как бы нам с тобой быть ой 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 может быть здоровичок отравится они здоровичок не хочет травиться о ой 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 я ведь знал время забываю вот это жирно мы сейчас мочканули получается вот что-то тебе восстанавливает сразу а а почему отравлюсь я не хочу мне не нравится нет я бы не хотел сейчас так быстро откидывать не будем там ничего смотреть тем более что в этих ящиках в основном только золото кстати чипа уровню а чипа уровню ну я думаю нам стоит пока двигаться просто быстрый выстрел хотя бы скорость убрать потому как ничего остального у нас пока что и нет он вот жук жук друг погнали а чё еще 10 противников карты поначалу нет карта потом появляется какая-никакая и да и вообще честно говоря ну вот серьезно вот так вот смотришь на игру и такой думаешь блин в этот момент я еще рассчитывал что будет какой-то сюжет потом я такой ну чё так и сюжет алё 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 одни зомбари до крыса а потом тебе к кейк откроется разное интересно упа блин ну что-то я зато прям проблема какая-то вот не знаю насколько насколько эта игра может быть перспективной ну то есть насколько она будет удивлять насколько выпусков она может удивлять вообще в целом но надеюсь что надеюсь что еще долго надеюсь что я не видел еще очень-очень многого так думаю здесь нам сейчас ничего не подходит хотя защита могла бы быть сейчас очень уместно плюс 2 к наносимому урону вообще-то тоже и так сюжетные боссы еще видимо рано я так полагаю что вероятно это и есть последний уровень перед сюжетным боссом какие-то бо а вот тебе кстати карта с выходом но это пока что она это пока что и все то есть можно посмотреть и бежать дальше но потом кое-что изменится есть сюжетные боссы которые кто с которыми ты встречаешься в конце в конце определенного уровня ну то есть вот допустим идем по катакомбам спустя там пару пару уровней может быть босс но если честно вроде бы количество этажей оно как бы стандартно ну по крайней мере вот на первом уровне на катакомбах а вот эти боссы типа тыква тыква тыквоголовый тыквеноголовый которого мы прошли ого здрасте они генерируются случайно и к ним можно не заходить и как раз таки этим мы и будем пользоваться по новости потому что жестко потому что там делать нечего поначалу ого что здесь за каждым поворотом карта тут карта то пока что и карта не карта какая-то алло и никого чё по тайникам автоматически никуда не стреляет и я что-то пока не вижу вот таких вот стен не знаю они как будто бы в процессе вообще не выделяются нас как будто бы так и не научили их различать у не слизь прекращай вот казалось бы лучник и лучник ну стреляй стреляй но почему он ману тратит ну хотя с другой стороны здесь нет шкалы выносливости поэтому здесь мана она же выносливость но это печально потому что маны как правило меньше чем выносливости и она восстанавливается быстрее а здесь ну как бы хамана восстанавливается как мана и делает это долго а вот мы и откисли ну и вот и получается тебе получил очков навыков 8 трата тата тата камни получил каких а камней ну да защищенный этаж 4 из 6 собственно на шестом до после 6 появляется босс а вот наш лагерь и здесь нам поначалу открыто только и всего что стрельбище крепость крепость добавляет количество денег в час и это количество не ограничено поэтому тренировочный лагерь класс воин так мы открываем класс воин и мы открываем урон нам очень нужен вот этот навык не навыка ну зал гильдии короче говоря типа условная постройка в лагере не в лагере в крепости которая позволит нам в процессе прохождения прокачивать характеристики как бы сразу так а дальше что в лагере появляется котел здесь есть некий лагерь который мы можем находить в процессе и это конечно же замечательно но изначально в нем хас нет особо преимуществ никаких в нем нет смысла так а собственно здесь мы можем открыть может это можем вообще здесь открыть а улучшить стрельбище а мы его и не улучшили ни разу кайф ну просто супер соответственно нужен уровень а иначе ты куда так я предлагаю естественно силу и естественно по первости ловкость ну и раз уж мы такие крутые раз уж все пока что так дешево возьмем один разум так как он восстанавливает он более влияет на восстановление маны чем вносливость тип того так а купить мы пока себе в инвентарь наверное ничего не можем до и стоящего или можем а можем накопитель душ можем взять накопитель душ это пассивный предмет и он поможет прокачать что поможет быстрее набирать опыт вот групповый рейд я не знаю не пользовался если что можем попробовать не знаю насколько это насколько это возможно актуально и насколько это вообще будете работать но надеюсь что весело надеюсь так надеюсь что это возможно и что это работает сейчас конечно опасно просто просто же супер как опасно, на второй локации да без ничего ну вот тебе миникарта, ну вот кстати миникарта почему нет такая себе в дальнейшем можно будет, если я не ошибаюсь эту миникарту прокачать то есть сейчас я взял ее как артефакт, а потом ее можно будет прокачать как навык, и она будет у тебя на постоянке и это великолепно и это великолепно и закрыто господа а, вот случайно попал в тайник вот опять же, как, куда чего там выпало ну по идее, наверное, какие-то деньги какие-то для нас огромные кстати, деньги сейчас очень важно собирать, потом как-то это все туда-сюда, тоси-боси а вот сейчас у нас просто ничего нет ни навыков, ни предметов о возможно поменьше обзор вот тебе очередной тоже приколдесный моментик головные уборы уменьшают или увеличивают угол обзора дальность обзора то есть ну, я думаю, понятно приближают или отдаляют, короче говоря вид камеры соответственно для лучника для стрелка такое не очень приемлемо также тяжелая броня снижает скорость перемещения тоже раз тебе прикол почему нет для мобилочки это даже более чем приемлемо опа эх, вурдалатчик что же ты наделал еще здесь есть бег но он работает если двигать стик с нажатием и, честно говоря это ну, такое откровенно неудобно будем стараться зачищать локации по возможности конечно же возможно когда-нибудь я пойму что это дает ну, наверное какие-то бонусы дает ок о стрела да еще и какая-то зачарованная отражающий урон от колонного противника это странный навык для стрелы какую часть урона она отражает если если я как бы стреляю первый ну, имеется ввиду или она отражает в плане в момент когда меня атакуют какое-то какое-то зачарование больше для брони как будто бы вот еще один противник призрак и здесь могут быть призрачными разные противники у них увеличенная дальность обзора и они замечают тебя сквозь стены то есть они могут увидеть сквозь стену и собственно приблизиться через стену тоже тебе интересный такой ходок да конечно дальность обзора не очень могла быть гораздо лучше особенно когда она не 100% а 125 тогда вообще будьте здрасте ну вот скорость плюс 5 такое тоже бывает вот собственно первый агат с неизвестными свойствами и даже я еще не в курсе его совершенно не имею представление ну вроде бы дороговатый но куда его девать пока что пока не использовал вообще не в курсе но очевидно появится какая-то кузница которая ну либо кузница либо какой-то верстак на котором мы все это попытаемся как-то изобразить высокохудожественно по выпускам не знаю насколько часто будут выходить постараюсь находить время работаю сейчас как молодец в поте лица на заводе как добропорядочный иммигрант и это жестко во всех смыслах что-то мы там подобрали такое моноколь полностью убирает влияние надетого головного убора на поле зрения опа хорош и полностью убирает это значит что и положительного и отрицательного действия эффекта ну окей будем иметь ввиду вот кстати только что мы снесли вот здесь респаун скелетов и здесь есть противники которые респаются прям на карте о сапфир слушай ну эти камни так часто дают как будто бы это все должно вот-вот появиться в ближайшем времени хотя прокачки там ну что капец качай не хочу если прокачка будет здесь слишком долго в принципе можно и застримить эту игру я думаю ну это конечно не очень удобно с телефона но что-то возможно можно попробовать сейчас по крайней мере обзавелся вайфаем и в отличие от предыдущих выпусков ну от предыдущих попыток стримить без вайфая на мобильном интернете что что конечно же просто отвратительное действие и никому не рекомендую так делать сам никогда так не буду делать больше когда твой поток трафика мало того что нестабильный так он еще и ну вообще прям не мощный пока как-то тащится вот кстати большой вопрос что по первому стоит открыть по первому времени наверное стоит уйти в этот в прокачку кувырка нам нужен уворот здесь есть уворот ну аналог кувырка из серии соус ну пока по крайней мере так сильно не щемят а вот что будет потом я думаю что в принципе как только мы обзаведемся кувырком уже появится возможность пойти на босса ну на какого нибудь на рандомного возможно а возможно и на сюжетного так пойдет что у нас тут о некая зачарованная стрела очередная защита от гуманоидов ну урон такой же я думаю нет особого смысла сейчас страдать защита от гуманоидов а меня вообще кто атакует а меня нежить атакует в основном какие гуманоиды я так понимаю гоблин это гуманоид ну по крайней мере мне так кажется это не точно паук зверь гуманоиды это гуманоиды вообще есть не уверен а еще кстати можно было факел снять у него тоже кстати есть какой-то эффект сейчас попробуем это странный элемент игры я не очень понимаю для чего и ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой-ой мужчина вы что себе позволяете ускоряется куда-то прям а у нас есть немножечко похилять вот эти палачи кстати это вот как раз таки предвестники того что может случиться например в тесном проходе с двух сторон встретить таких товарищей и жестоко удивиться тому как все быстро может здесь и кончиться что-то я про факел сказал и перестал их встречать сразу совершенно неожиданно это вот типа мины ядовитой тоже раз тебе и будьте здрасте можно отравить какого-нибудь медленного жирного противника о хорош так чем нас тут наградят и чем неожиданно и как приятно так там я уже все взял побежали чуть-чуть чем может факелок хоть ага с самого начала лучше вообще не двигаться с места просто начинать стрелять крайне мере залучника кто может так получится что вокруг тебя сразу все узнают ой-ой-ой что ты пришел ой-ой-ой вот как сейчас господа я здесь новенький я еще ничего не умею перестаньте это делать а вот вот что и что теперь кайф ну похоже что габела приплыли ну да собственно как-то так и даже механику факела не успел показать о ваш новый рекорд так в крепость и что по крепости прыжочек бы прыжочек у нас вот здесь позволяет использовать рывок стоит 3000 а у нас столько-то и нету а ну у нас есть кстати вот на это ну можно в общем-то и зал гильдии наверное да а потом уже в рывок пойдем а потом все остальное а на сегодня я думаю все подписывайтесь на канал так на что там можно подписываться можно подписываться на канал на канал на ютубе если ты смотришь ютуб ну а иначе где-то ты можешь смотреть вк сообщества телеграм канала у меня нет инстаграм если ты пользуешься в впн и до встречи в следующей серии пока до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok